Мы продолжаем знакомить аудиторию прецедента с представителями бизнес-сообщества, для которых репутация, договорные обязательства и даже решение судов – это лишь пустой звук. В центре нашего повествования – оператор домашнего ремонта, ядро девелопмент. Ну вот моя квартира находится уже два года в состоянии ремонта. Кухни нет, пола нет, стены недоделанные, электрика. Вот в таких вот условиях приходится жить, с учетом того, что два года назад квартира должна была быть готова под ключ. Сдачи своей квартиры в новостройке Евгений Абрамов дождался в начале 2014-го. Тогда же встал вопрос об обустройстве семейного гнезда. В поисках оптимального соотношения цены и качества новосел наткнулся на ядро девелопмент – солидную организацию с тогда еще не запятнанной репутацией. Я вызывал рабочих, они смотрели, составляли сметы, сделал небольшой анализ и пришел к выводу, что эта компания мне подойдет. Стоимость ремонта вместе с материалами директор ядра Владислав Чернышев оценил в 415 тысяч рублей, запросив нешуточный аванс в размере аж 400 тысяч. Результат работы под ключ новосел должен был увидеть уже через 40 дней. Работы должны были быть начаты через два дня, но спустя месяц компания не приступила к выполнению обязательств по договору. Когда я подал в суд, Владислав Чернышев предложил мировое решение. Я пошел ему на встречу, предложил, давайте, сколько сможете, верните мне денег и там будем решать. Однако Владислав Чернышев в очередной раз не сдержал слова, не заплатив ни копейки. В подобной ситуации оказались и другие клиенты нехорошей компании. У меня муж полтора года назад попал в федеральную программу «Жилищная субсидия для военнослужащих». Приобрели мы квартиру через агентство недвижимости «Этажик», где нам подарили сертификат на отделочные работы в фирме «Ядро-девелопмент». В джентльменском наборе сертификата оказались 10% скидка на отделочные материалы, бесплатные консультации, а также помощь в приемке квартиры у застройщика. Первоначально было без каких-либо проблем. На объект выехали и сантехники, и замерщики. Все, значит, нам составили. Впечатление было первоначально очень хорошее. В общей сложности Ольга Шафигулина заплатила 575 тысяч рублей за ремонт, к которому никто так и не приступил. Но как же директору «Ядра» удавалось раскручивать клиентов на такие внушительные авансовые платежи? Секрет его успеха складывался, во-первых, из рекомендаций агентств недвижимости. Мы действительно сотрудничали с «Ядро-девелопмент» в конце 2013-го, начале 2014-го годов. Принимая решение о сотрудничестве с ними, безусловно, посмотрели на результаты их работы. На тот момент это действительно выполненные ремонты были у клиентов. Ряд наших сотрудников, в том числе, воспользовался их услугами. И сегодня тоже попал, на самом деле, в ситуацию, когда они судятся с ними. Вторая фишка «Ядра» – это бесплатные семинары в гостинице «Новосибирск», на которые Владислав Чернышев любезно зазывал потенциальных клиентов. «Мы работали практически по всем новостройкам города Новосибирска и везде наблюдаем одну и ту же картину. Застройщики сдают квартиры с кривыми стенами и полами. Заказчики, которые решили начать ремонт самостоятельно, совершают множество ошибок, устранение которых стоит им потом очень дорого». В свете последних событий эта фраза звучит просто демонически. «Множество ошибок стоит им потом очень дорого». «Очень дорого». В 2015-м обманутые клиенты «Ядра» начали одерживать победы в судебных баталиях. Евгений Абрамов отсудил у конторы Чернышева 965 тысяч, а Ольга Шафигулина – почти 1 миллион 400. Вообще доверие к Владиславу Сергеевичу влетело в копеечку десяткам новосибирцев. «В отношении «Ядро-девелопмент» у нас находилось на исполнении 109 исполнительных производств. Большая часть их поступила. Это был август, сентябрь, октябрь 2015 года. Но так как 21 сентября 2015 года была введена процедура наблюдения в отношении данной организации, каких-либо действенных мер мы не успели принять». Процедура конкурсного управления в отношении «Ядра» была введена в январе 2016. Сейчас реестр требований кредиторов уже закрыт. Фирму Владислава Чернышева задолжала своим клиентам и партнерам как минимум 18,5 миллионов. И это лишь долги перед теми, кто не поленились пойти в суд. Вот только на поверку король оказался голым. «Перспективы получения денежных средств практически равны нулю. По крайней мере, исходя из тех данных, которые мы получили, имущества у должника нет, за счет которого возможно было бы удовлетворить требования кредиторов. Основных средств никогда не было на организации. Никакого имущества не было. Офис они снимали». Анализируя имеющийся в наличии отчетность, конкурсный управляющий пришел к выводу о том, что свои дела Владислав Сергеевич вел, мягко говоря, непрозрачно. «Ну, как опять же показала практика, экскрипторы предъявляли в качестве подтверждения своих требований корешки приходных кассовых ордеров. Собственно, касса официально не велась, как нам руководитель сказал, но при этом документы это утверждает обратно. Что-то он наличие играл, и при этом он не отражал этих операций по бухгалтерскому счету». Попытки обманутых клиентов и партнеров Владислава Чернышева добиться возбуждения уголовного дела результата пока не возымели. Меж тем Владислав Сергеевич сложа руки не сидел. Пока Ядро Девелопмент банкротилось, создал новую фирму под названием Ядро с правом ввести аналогичный спектр ремонтных работ. И кажется, ничто не помешает ему разыграть подобную партию еще раз.